Здравствуйте! В эфире Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Говориленко и вот что вас ждёт в этом выпуске. За шедеврами на зелёный базар резные продукты питания оживляют привычную трапезу. Лучшие друзья девушек меняют цвет. Цветные бриллианты для всех. Кубическая сила. Изобретён экологический куб, который спасёт людей от избытка мусора. Всё чаще на просторах интернета появляются фотографии различных фигурок животных, птиц и даже бюстов людей. Завораживают они, как правило, не столько своей красотой, сколько техникой исполнения и материалами изготовления. Потому как если лебедь, то из-за порта, а заяц из огурца. Речь идёт о карвинге, ювелирной резьбе по фруктам и овощам. Три года назад герой нашего сюжета решил украсить фирменное блюдо ресторана, в котором работает пооригинальнее. Да так увлёкся, что теперь уже ни одно угощение не подаётся без рукотворной фигурки животного или цветка. Наш корреспондент познакомился с работами овощного зодчего Руслана Рахматулина. Три года назад учащийся кулинарного колледжа совсем ещё мальчишкой Руслан Рахматурин попал на взрослый и очень престижный поварской конкурс. Одни записывали сложные рецепты соусов и блюд, а он, не отрываясь, смотрел, как лихо конкурсанты режут розы из обычных овощей. И так его это зацепило, что уже не отпустило. И начались часы ночного бдения. Это потом Руслан узнал про Таиланд и про целое искусство, создавать съедобные цветы, картины и целые экспозиции. Экзотические фрукты, вроде папайи и маракуйя, мастер пока пробовать на нож не решился. Очень дорого. На севере даже арбуз исключительно сезонный материал. Что уж говорить об остальной экзотике. Вот. Называется так тайский нож. В основном им и всё делают. Что на арбузах, что на овощах. Ну есть, конечно, дополнительные языки, но их используют крайне редко. Семья Руслана понимает и всячески поддерживает, но разделить увлечения не спешат. Мама, к примеру, стойко держит оборону и не поддаётся на уговоры взять нож для резки фруктов в руки. Ей нравится, как я вырезаю. Но я предлагал её научить. Она мне, не, 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 не хочу. Мне, говорит, терпения не хватит. Сейчас Руслан может вырезать по 5-6 часов к ряду, проявляя чудеса воли и терпения. Идеи находит в интернете. Как эту чудо-фуршетную птицу на каркасе из пенопласта. Или придумывает свои. Особенно их много сейчас, когда впереди значимое для него и для семьи событие. Брат отслужил в рядах вооружённых сил и возвращается домой. И всё-таки мода на карвинг в Петропавловске никак не затмевает основные привычные блюда. Их готовят всегда, и в будни, и в праздники. Без них северные мужчины никакие фруктовые цветы не оценят. Поэтому даже в ресторане экзотика всегда оттеняет традиционное и привычное. Те же пельмени, к примеру. Сейчас вот супер пельмени, даже в домах. Впереди сезон овощей и фруктов. А значит, тайский нож Руслана без дела лежать не будет. А ещё у повара есть мечта. Съездить в те страны, в которых зародилось это удивительное искусство. И увидеть, как работают профессионалы. Хотите иметь стабильную, компактную, легко транспортируемую и самую международную валюту в мире? Тогда приобретайте бриллианты, которые, как известно, не только лучшие друзья девушек, но и надёжные инвестиционные инструменты для мужчин. Однако сегодня речь пойдёт не о простых алмазах, а о коллекционных цветных. Сказать, что цветные бриллианты очень дороги, равносильно тому, что не сказать ничего. Скорее, они не очень, а сказочно дороги. Что же касается уникальных экземпляров, то любые определения и эпитеты могут показаться уменьшительными. Поэтому просто призываем вас укрыться от финансовых волнений в тихой бриллиантовой бухте. Цветные бриллианты практически у всех вызывают восхищение, головокружение и не оставляют равнодушными никого. На протяжении десятилетий эти драгоценные камни пополняли коллекцию, которая сейчас насчитывает около 300 экземпляров, оценивается в 100 миллионов долларов США и принадлежит бельгийскому миллиардеру Эдди Эльзасу. Драгоценные камни природной окраски уже представлены публике в музее бриллиантов Гарри Оппенгеймера. По мнению экспертов, радуга является самой главной коллекцией алмазов в мире, а следовательно и уникальным явлением для торговцев цветными бриллиантами, которые здесь находятся. Поэтому я чувствую себя особенным. Сегодня здесь собрались крупные предприниматели со всех концов света, из США, Индии, Великобритании, Италии и Южной Африки. Примерно 3000 человек, по предварительным оценкам, осуществят торговые операции с бриллиантами на сумму свыше миллиарда долларов США. За последние несколько десятилетий производство бриллиантов перекочевало в такие восточные страны, как Китай и Индия. Поэтому израильские компании пытаются удержать рынок сбыта, например, переходят к продажам разноцветных бриллиантов и камней разных форм. Рой Фукс, гранильщик алмазов третьем поколении, работает в Тель-Авиве и специализируется на драгоценных камнях с тонкими оттенками. В своей работе он использует разработанное в Израиле специальное цифровое 3D-программное обеспечение. Он режет алмазы особым способом, чтобы украсить их столь необычными цветами. Фукс полюбил свою профессию в раннем возрасте. Мой дед начал строительство алмазной промышленности где-то в 1938-м. Раньше у него были швейные фабрики в Израиле. В былые времена в нашей стране насчитывалось около 30 тысяч гранильщиков алмазов, и производительность была высокой. Но в 80-х большинство производств, и не только бриллиантовых, переместились на восток. Из-за этого перемещения Израилю пришлось импровизировать, чтобы удержаться на рынке. Упорства и настойчивости Израилю не занимать, так что теперь заводы производят весь ассортимент размеров и цветовых оттенков этих драгоценных камней. По данным Министерства экономики Израиля, в 2012 году на долю США приходилось 37% всего рынка обработанных алмазов Израиля с чистым экспортом почти в 2,5 миллиарда долларов. Среди других важных существующих рынков также значились Гонконг, Швейцария, Бельгия и Индия. Красота не только в бриллиантах, но и в глазах смотрящего. Именно такую философию исповедуют организаторы конкурса красоты английских бульдогов, которые вот уже на протяжении 35 лет проходят в США. 50 собак воинственной внешности преобразились ровно на один день, чтобы поразить воображение судей. Не остались в стороне от участия и хозяева четвероногих. Некоторые одевались так, чтобы поддержать и развить образ, созданный для собаки. Я одет так же, как она, потому что я никогда бы не попросил мою собаку сделать то, чего не сделал бы сам. По прогнозам специалистов, к 2020 году в Гонконге будет некуда выбрасывать мусор. Свалки практически переполнены. Будучи в курсе такой вероятности, многие местные жители начинают всерьез задумываться о важности переработки отходов. Если одни задумываются, то другие действуют. Так, благодаря усилиям местных энтузиастов, на свет появился чудо-куб, который не просто перерабатывает пищевые отходы, но и превращает их в нечто ценное. Во что? Узнаете из нашего сюжета. В Гонконге из-за высокой плотности населения количество мусора увеличивается с каждой минутой. Согласно данным Департамента окружающей среды этого административного района КНР, только в 2011 году мусорные свалки пополнились на 4912 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Помочь родному краю взялась одна из общественных организаций. Сотрудники компании предложили новый подход к проблеме переработки мусора. Специалисты разработали экосистему, которая не просто перерабатывает пищевые отходы, но и превращает их в нечто ценное. Изобретение получило название «Эко-куб». В Гонконге не так уж много сельскохозяйственных земель, зато у нас много рыбных ферм. Я подумал, почему бы не превратить пищевые отходы в корм для рыб и обеспечить им все рыбные хозяйства. «Эко-куб» имитирует реальную экосистему. Здесь вы можете увидеть насекомых. К примеру, это муха черной львинки. Скоро она отложит яйца, затем выведутся личинки. Эти личинки и будут питаться пищевыми отходами, а потом и сами станут пищей для рыб. Вода в аквариумах затем послужит удобрением для орошения овощей. Некоторым из личинок удается избежать участи рыбьего обеда и вырасти в мух. Таким образом повторяет цикл. Ченг был студентом в Китайском университете Гонконга и специализировался на международной экономике. Задавшись целью найти решение проблемы переработки пищевых отходов, он поехал в Тайвань, где ему пришла идея создать «Эко-куб». Над его дизайном работал профессор школы архитектуры при Китайском университете. Он говорит, что пространство ограничено и нужно его использовать разумно, поэтому куб представляет собой компактную структуру. По словам архитектора, «Эко-куб» имеет образовательную цель и экологическую ценность. Если сравнить куб с другими подобными системами, наше изобретение имеет свой живой характер. Каждый может видеть процесс переработки своими глазами, стоя перед устройством. В настоящее время один такой «Эко-куб» расположен в Китайском университете Гонконга, а другой — в Республиканском институте профессионального образования. Стоимость устройства — 25 тысяч долларов. Однако пока ни один «Эко-куб» еще не был продан. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Смотрите «Народные новости», а также следите за нашими аккаунтами в социальных сетях. Будьте в курсе интересных событий и необычных историй. А мы всегда найдем, чем вас удивить.